Долгожданная снежная зима все же пришла в Одинцовский район, но многим гражданам это принесло лишь проблемы. Дороги замело так, что ответственные за уборку улиц организации вынуждены были признать, к такому никто не был готов. На аномальные снегопады отреагировали и власти Московской области. Выходные с проверкой всех районов Московской области без заключения посещали министры и все заместители министра ЖКХ Московской области. Одинцовский район, я об этом буду еще говорить, посещал замминистра ЖКХ Анжела Александровна Пухова. Вчера глава района объезжал территории, составил собственное мнение о состоянии дел, связанных с уборкой. По мнению главы ситуация не из лучших. Основные проблемы с уборкой снега во дворах. За нее несут ответственность управляющие компании, хотя далеко не все из них справляются со своими обязанностями. Теперь недобросовестные управленцы могут попасть под штрафные санкции. Мы совместно с Адом Технадзором буквально завтра на нашем совещании проработаем более жесткий режим реагирования. И будем штрафовать всех тех и собственников, и управляющих компаний, которые обязаны по закону благоустройства убирать привязанные к ним территории. Кроме этого, на оперативном совещании озвучили ряд других выявленных сложностей. Специализированная техника, работающая в самых сложных погодных условиях, быстро изнашивается. На убираемых территориях не хватает и персонала. С этими проблемами сталкиваются не только муниципальные компании. Сегодняшний мой объезд города с 7 до 9 утра показал, что и в дворах, обслуженных коммерческими управляющими компаниями, проблемы те же. Нет людей, нет техники. На совещании вынесли несколько предложений по исправлению ситуации. Обсудили возможность создания оперативных дежурных штабов в администрациях поселений. Предполагается, что они будут еженедельно представлять в управлении ЖКХ график дежурств снегоуборочных бригад. На уровне городских и сельских поселений могут провести совещания с муниципальными и частными управляющими компаниями. Это поможет выработать алгоритм оперативных совместных действий. Максимально жестко сейчас.